МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дагестанские новости в студии Мадина Мустафаева и коротко о главных событиях этого дня. Вся жизнь икра пока не поймается поличным. Пограничники предотвратили продажу очередной партии незаконно добытой рыбы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ограбление по Махачкалинске у столичного таксиста забрали деньги, угрожая ножом подробности происшествия у наших корреспондентов. Бетонные холсты как искусство. В Дербенте прошел первый дагестанский стрит-арт-фестивал. Партия незаконно добытой рыбы и икра ситровых видов задержана пограничниками в Дагестане. В результате проведенных оперативных мероприятий в частных домовладениях в населенном пункте Сулак обнаружены морозильные установки, в которых хранилось более полутонн рыбы и 30 килограмм икры оситровых видов. Сумма фиксируемого ущерба государству составила более 34 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов преступной деятельности. Цена заработка – жизнь. В дежурную часть полиции Махачкала обратился 56-летний мужчина с заявлением о вооруженном ограблении. Пассажир угрожал частному изгощику ножом. Чем же закончился инцидент, узнаем у Луизы Раджабовой. Тупик, нож, грабеж. Сел в теплый салон такси, не имея средств для оплаты. 25-летнего жителя села Хаджал-Махи были корыстные планы на этот вечер. Конечным пунктом для таксиста обернулся тупик, доехав до которого, подозреваемый начал душить водителя. Я ему должен был 3000, но я сказал, когда доеду, отдам. А когда доехал, мы посмотрели у него, я сказал, или вечером перевод сделаю, или в течение часа брат приедет, отдам. Он этого не согласовался, и сам с головой не дружился жесть, и вот это так ножом угрожал, деньги забрал. Ну, сам признаю свою вину. 56-летний мужчина занимался частным извозом. 20 тысяч рублей и банковская карта. Все, что было в салоне, признается, все произошло внезапно. Руки охватили шею, не мог дышать. Я как остановился, сразу чувствовал шею, его руку, и правой боку нож. И начал угрожать мне. Что он говорил? Деньги, все то, что есть в кармане. Попросил, все. И угрозом, чтобы нож ваткнул, зарежу. Я как-то хватил за руку его, и попался в нож. Лезвие. Пальцы, оба пальца порезал. Я куда-то поставил, что-то сделал. Он начал с двумя руками мне душить. Уже последний у меня дышать не смог. Дыхания уже нет. Не знаю, как это получилось. Но я дверь открыл. Не знаю, как открыл. Как убежал оттуда, я не помню. Подозреваемый уже признался в содеянном. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Приняты мерами сотрудниками отдела полиции по горячим следам. В течение дня данный гражданин был установлен. Он житель Левочинского района. Доставлен в отдел полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Существует 2.2 Уголовного кодекса Российской Федерации». И задержан по 91-й статье Уголовного кодекса. Луиза Раджабова, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Почти в 12 миллиардов рублей обойдется строительство новой взлетной полосы в Международном аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает Риадагестан. Проектом предусмотрена полоса длиною 3,6 километров с оснащением ее всей необходимой инфраструктурой и сигнальным оборудованием. Отмечается также, что ее ширина может составить 60 метров. Таким образом, Махачкала сможет принимать и обслуживать практически все типы пассажирских самолетов. В Дербинце подошел к завершению первый дагестанский стрит-арт-фестиваль «Стена». Яркие граффити в этническом стиле теперь украшают фасады многоэтажных домов города. Став настоящим подарком для горожан и гостей. Общая площадь таких полотен около полутора тысяч квадратных метров. И каждая картина с особым смыслом. Их масштаб и оригинальность оценила и наш корреспондент Патимат Ханапова. Фестиваль закончился, а шедевры остались. Две недели мастера из разных уголков страны создавали эти огромные граффити на поверхности стены, или, как их называют, муралы, в самом центре Дербента. Не заметить их невозможно. В каждой работе национальный колорит. Здесь и лесгинка, и гончарное искусство, и ковроткачество. А это работа художника из Казани. То девушка в национальном костюме ткет ковер, вдохновляясь природой Дагестана. В принципе, это моя история. Это какой-то сказочный сюжет, где девушка делает ковер, вдохновляясь природой. То есть, это с детства пронизывающая меня с самого тема с природой, с какими-то глубокими смыслами. А эту работу питерского мастера Павла Плетнева можно назвать самой красочной из всех. А еще и локально. Если все другие работы в целом о Дагестане, то в этом полотне отдельная история одного Дербента. Пришли к тому, чтобы выразить местный дербенский колорит через историю появления здесь некоторых фруктов. И поэтому изобразили караван, который идет вдоль крепости, с которого падают семена. Они прорастают. И на здешней благодатной почве, собственно говоря, произрастает все это изобилие. Здесь еще есть отсылка к гербу города. Здесь изображены три мака. Концепция мурала выдержана с учетом канона в ислам, а художники не прорисовывают черты лица. Благодаря арт-фестивалю город получил пять больших картин. На его отмастера наносят последние штрихи. Вход идут кисти, валики и аэрозоли. Главная задача – насытить полотно цветом. Продержатся они около десяти лет. Жители восхищены, смотрят с замиранием сердца. Мы смотрим, радуемся. А в общем, расскажите, как вам такая идея, нравится вам? Очень даже хорошо. Это наши национальные гости приезжают. Увидеть, что у нас все хорошо. Хорошая вещь. Чем раньше было, все равно красиво жить. Раньше что было? Ничего не было. Люди все смотрят, молодцы, молодцы говорят. Очень рады. Рады мы. Дети тоже рады. Довольны мы. Стрит-арт – это не вандализм, а искусство, уверяют уличные художники. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, инициативу двух молодых дагестанцев поддержали и спонсоры, и даже мэрия города. Мы с другом моим, Джатаем, давно хотели сделать вот такое событие в Данистане. Изначально планировали в Махачкале, а позже так сложилось, мы предложили в Дербенте. Здесь все прошло очень быстро. Это абсолютно честная позиция вот этих людей, и главы города, и вот этого спонсора, которые решили что-то интересное и сделали все, чтобы это произошло моментально. Фестиваль уличного искусства – это и самореализация для художников, и культурный обмен, а еще сильный инструмент изменения городского облика. Организаторы выражают надежду, что фестиваль для Дагестана станет доброй традицией, и в будущем удастся так украсить не только Дербент, но и другие города республики. Эти украшенные фасады в Дербенте теперь практически можно назвать первым музеем в республике под открытым небом. В каждой работе здесь заключен свой особенный смысл, и каждая из них передает культуру и колорит города и в целом Дагестана. Патиман Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Дербент. Дагестанский боксер-профессионал Раджа Бутаев оспорит чемпионский пояс по версии WBA. О вечере боев в Монако накануне официально объявила промоутерская компания Matchroom Boxing. В главном поединке за вакантный регулярный титул в полусреднем весе Бутаев сойдется с отечественником Александром Беспутиным. Поединок состоится 30 ноября. Оба спортсмена не знают поражения на профессиональном ринге. На счету 25-летнего хасавертовца 12 побед в 12 поединках. За плечами Беспутина 13 выигранных боев. Отметим, что суперчемпионом полусредней категории является филиппинский ветеран бокса Мэнни Пакьяо. Депутат Госдумы Ризван Курбанов отправил запрос к генеральному прокурору России Юрию Чайки с просьбой организовать проверку публичных высказываний бойца UFC Конора Макгрегора. Напомним, на пресс-конференции в Москве ирландец позволил себе несколько грубых и оскорбительных выражений в отношении дагестанцев. По словам депутата, его высказывание – это правонарушение, предусмотренное отдельной статьей КАП России – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. По мнению Ризвана Курбанова, необходимо изучить интервью Макгрегора на Матч ТВ, где он в прямом эфире рекламировал свою алкогольную продукцию, а также проверить действия сотрудников телеканала, позволивших иностранцу «нарушать действующий закон на глазах у всей страны». Это все новости к этому часу. С вами была Мадина Мустафаева. Спасибо за внимание и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова